Привет всем мои дорогие! Сегодня я вам расскажу про свои покупки за последнее время и о каких-то из них я уже могу сделать ревью такое более-менее полноценное, о каких-то еще пока нет, но расскажу вам какие-то первые впечатления и пусть это будет так вот превью следующих видео. Итак, начнем с очень бюджетного ухода. Я вообще люблю российскую марку Маграф и это от марки Маграф Скраб. Написано было, что мягкий коктейль Гамаш с рисовой пудрой и зернами киви и по названию Гамаш в мелком размере должен быть очень даже ничего. И могу вам сказать, что мне понравился действительно мелкий размер скрабирующих частичек, они разного диаметра здесь присутствуют и скрабируют вполне неплохо, учитывая цену этого скраба рублей в 40. Я думаю, что это неплохой вариант и как минимум для тела пользоваться можно, не вижу смысла покупать более дорогие скрабы. И дальше по бюджетному уходу. Вы, конечно, меня заругаете, но я купила себе масло виноградных косточек от фирмы Ботаника, российского производства. Понимаю, что, конечно, все скажут, что российского производства масло очень низкого качества, но по моему впечатлению оно очень приятное. Единственное, меня удивляет упаковка в виде такого гробика для масла. Я не знаю, почему нельзя было сделать обычную. Выглядит вот так вот упаковочка и имеет приятный запах. Не могу сказать, что что-то в нем плохо. Я пробовала несколько вариантов, скажем так, развесных виноградного масла, масло виноградной косточки из маловаренных магазинов. И почему-то вот это мне нравится больше, у него более приятная консистенция. И я наношу его на ночь иногда, так как посмотрела видео Танюши Science Beautiful, и мне лично очень нравится. Ну, естественно, никого не агитирую покупать дешевые российские. Если есть возможность, то покупайте дорогие зарубежные. Просто лично я к этому не очень притязательно. Дальше вот такая вот вещь. Это концентрат омолаживающий такой антивозрастной. Ну, он больше подтягивающий. То есть я не могу сказать, что он там прям 40+. Идет в серии от Вокситан. Захотела попробовать какое-то такое средство, так как мне уже практически 24. Считается, что с 24 кожа начинает стареть, и пора пользоваться антивозрастными средствами. Само средство неплохое. И оно недолго остается масляным и противным. Я его наношу на ночь. И единственное, у него очень-очень странный запах. Он пахнет всем. Он пахнет картошкой, апельсином, рыбой. Ну, просто всем одновременно маслом. Каким-то вот, не знаю, оно пахнет холодильником. Когда вы открываете холодильник, а тут и пахнет всем подряд. От этого масла, видимо, у него очень-очень много компонентов. Просто запах всего. А в принципе, по действию оно мне нравится. И могу сказать, что немножко улучшает цвет лица. Про морщины, конечно, нужно очень-очень долго пользоваться и иметь эти самые выраженные морщины. Но, в принципе, как подтягивающее средство, просто масло. Я решила, так как серия довольно натуральная и без каких-то ядерных гормонов, каких-то химических тяжелых компонентов. Раз в оксидан такая вся натуральная, то, мне кажется, из натуральных можно пользоваться и антивозрастными вещами. Но это мое личное мнение. Никого не заставляю думать так же, как и я. Дальше оттеночный бальзам, который я могу посоветовать. Я пробовала много вариантов. И Estelle Professional, питерская наша фирма, делает вполне неплохие бальзамы, которые не убивают волосы так, как тоник, они пересушивают. Но они очень недолго держатся. У меня, например, мытья на 3-4 хватает. Я тонирую только отросшую часть, то есть где-то вот отсюда у меня идет более светлый цвет. И отсюда такой мой натуральный. И я тонирую отросшую часть. Я выбрала оттенок корица 1.22. И вот он, в принципе, очень натурально смотрится на моих волосах. После тонирования смотрится действительно ровно. Были такие моменты. Ну и, в принципе, на видео волосы смотрятся неоднородными. Все неоднородности кожи лица, волос, всего остального выглядят заметней. Поэтому, в принципе, сейчас картина не так плоха. Что меня в нем радует, то, что волосы он не пересушивает, как другие оттеночные шампуни. Но, к сожалению, держится он очень мало. И мне приходится каждые 4 помывки снова окрашивать их вот этим средством. Но, в принципе, не стопроцентно смывается. Поэтому я не уверена, что я могу посоветовать совсем какие-то кардинально красные и черные оттенки пробовать. Потому что часть цвета все-таки остается. Но основная часть смывается. Дальше опять про волосы. Это вот такой вот барзам-кондиционер Sheer Bond John Frieda. И, скорее всего, вы знаете про него, если смотрите блог Makeup by Tiffany D. Tiffany очень-очень любит и эту марку, и именно это средство. Она любит, потому что оно вот такое вот с легким фиолетовым цветом. И, соответственно, для блондинок оно снимает желтизну и рыжину. Написано, что там с 4-го или 3-го даже, с 3-го применения снимает желтизну и обновляет цвет. Ну, то есть, как написано на упаковке, бальзам для коррекции тона волос. Но мне, к сожалению, абсолютно не помогает. Может быть, это потому, что у меня не совсем блонд на трошей части был, а такой светлый рыжий русый получился. Но, тем не менее, для меня совершенно рыжину не снимает и желтизну тоже. Чему я очень опечалена. Поэтому для этих целей бальзам не рекомендую. Зато, как сам по себе бальзам очень-очень-очень хорошая вещь. И очень приятная, очень хорошо увлажняет, питает волосы. На кончике именно носить мне очень-очень нравится его. И он дает ухоженный такой вид, больше всего похожий на те бальзамчики, которые идут в красках для волос от Валиаль. Я знаю, что огромное количество девушек, просто миллионы девушек обожают этот бальзамчик, который идет в их красках. И если вы ищете что-то похожее, то вот эта вещь похожа. И по свойствам, на мой взгляд, это как раз бальзам для окрашенных поврежденных волос. Поэтому тем, кто убил свои волосы не так давно, какими-то тяжелыми красками, я даже рекомендую попробовать. Новое приобретение, которое я пока не тестировала, это Bad Hat от Tigi. Или Tigi, как называют его российские девушки. Я не знаю, как правильно, называется Small Talk. То есть, меньше слов, больше дела. Объемный крем для волос, для укладки. То есть, перед началом укладки его нужно носить на волосы. Должен давать и объем, и увлажнение, и питание. То есть, все вместе. Пока не знаю, но буду пробовать. Дальше двоякие ощущения у меня по поводу Криолан, средства для очистки кистей. Так как мои любимые визажисты его советуют и очень любят. И я с ними согласна. Он хорошо очищает кисти от цвета для использования между клиентами, например. Если вы хотите продезинфицировать кисть, убрать все микробы, то вот это как раз оно. Но, к сожалению, стоит оно в районе 400, по-моему, рублей. И состав у него очень простой. У него изопропил алкоголь и петролиум дистиллит. То есть, два компонента. Один из них спирт, и второй, я так понимаю, что дистиллированное что-то нефтяное. Так как я небольшой химик, скажем так. У меня маленькие познания химии. Воняет оно абсолютно отвратительно. Даже хуже, чем обычный спирт. Воняет чем-то просто убийственным. Каким-то лаком промышленным. Но, тем не менее, кисти чистят очень хорошо, быстро и высыхают моментально. Вопрос только в том, стоит ли оно своих 400 рублей. Если вы можете достать обычный спирт в аптеке, тогда можно взять и его. Теперь перейдем к кисточкам, которые я заказала с сайта CostalSense. И я очень жалею, что я сглупила и не заказала себе кисть дуофибра для лица от этой марки. Потому что давно хотела ее попробовать, но как-то просто забыла про нее при заказе. Я заказала две кисти, которые считаются аналогами MAC 217. Точнее, должны ими быть. Они немножко различаются в длине и форме, но делают работу более-менее неплохо. Это не MAC 217, не точная копия. Но, на мой взгляд, очень сносно работает и сравнимо. Похуже, но близко. В отличие от Sigma, которая просто ужасна и не делает того, что делает MAC 217, по крайней мере, у меня в моих руках. Вот эта вещь неплоха. И действительно, всем советую попробовать, потому что не так дорого стоит. Но, на мой взгляд, справляется с задачей MAC 217 процентов на 85. Ну, то есть, не идеально, но хорошо. С другой стороны, я знаю только положительные или очень отрицательные отзывы. То есть, вы либо полюбите ее, либо не полюбите и потратите рублей 300 просто впустую. Ну, поэтому решайте. Знаю, что очень много действительно ненавистников у этой кисточки. Но и очень много людей, которые говорят, что она копия MAC 217. Я где-то, наверное, посередине, по-моему, ни то, ни другое. Дальше кисть довольно непонятная, которая... Даже не знаю, как ее теперь привести в форму. Я ее помыла, и она стала очень страшненькой. Хотя мыла без масла. Не знаю, почему она так слиплась. Это кисточка для прорисовки складки века, для внешнего уголка из дуофибры, то есть двойного волокна. Здесь короткий ворс, который, кстати, очень неровный и везде разной длины. Это натуральный ворс, а кончик это искусственный. И когда я делала макияж ей первый раз, до того, как помыла, все было очень хорошо. И она очень классно, нежно, так полупрозрачно растушевывала и наносила. Но теперь я ее помыла, и я даже не представляю, как ее вернуть в норму. Она совершенно не такой формы, какой должна быть. Хотя я уже мыла ее несколько раз и сушила в брашгарде и без. Но ничего хорошего у меня с ней теперь уже не получается. Теперь C428 это кисть для нанесения теней. И, к сожалению, я не думала, что она будет такой огромной. И еще заказала я и обычную стандартную кисть для нанесения теней. Это BRC номер 02. Итак, я просто смеялась, когда их получила, потому что они гигантские. Если считается, что у Sigma гигантская кисть для нанесения теней, то вы можете сравнить, она в полтора раза меньше, чем у Coastal Sense. Не говоря про кисть для нанесения теней дуофибру, которая просто катастрофически колоссально невозможна, огромна. По этому поводу я даже не знаю, что ей делать. И тень ей наносить можно только если на все века. Вот эта кисть не так пострадала от мытья. И вполне, на мой взгляд, нормальная кисть. Можно ей пользоваться и наносить какие-то продукты, например, кремовые, на все века. Либо когда нам нужно сделать макияж из одного цвета, например, бронзового или персикового, просто нанести на все века. Точно то же самое и вот с этой кистью. Она почему-то не хочет приходить в норму, правда, после мытья. Довольно слипшаяся. Вот так вот вы можете видеть в сравнении с Sigma. Sigma мне нравится гораздо больше, даже неоценимо. Во-первых, Coastal Sands, несмотря на то, что выглядит примерно так же, пострижена совершенно по-другому. У нее вот, либо моя просто так плохо собрана, у нее нет такой вот хорошей стрижки, как у Sigma, которая идет с самого начала, с какой-то одной стороны только. Она пострижена правильно, вот маленький кусочек набран, а остальные набраны почему-то неправильно. И она так вот сплощилась и набирает тени плохо. В общем, вот эта вот кисть мне не очень понравилась. Может быть, если тени суперпигментированные, то вы сможете ей работать, но как раз я хотела аналог Sigma, которая крутая тем, что из-за своей стрижки непигментированные тени, набирает намного лучше, чем все остальные. Но, к сожалению, вот эта вот так не работает. И также я решила заказать себе еще и пробничек румян из минеральной косметики Coastal Sands, так как я сейчас влюблена в минеральную косметику. Это оттенок True. И прикол заключается в том, что я хотела такой натуральный оттенок, какой-то такой непонятный между коричневым, розовым и оранжевым, и красным, какой-то такой никакой оттенок. Но мне пришел довольно розовый. Я надеюсь, что вам видно. Он такой розовый в упаковке, и на кое становится розово-коралловым. В общем, непонятно. Фотографии не очень соответствуют действительности. Но оттенок True сейчас на мне. Только я его очень-очень слабенько наносила. Вполне неплохие румяна. И очень экономичные. Можно, в принципе, пользоваться. Кстати, тем, кто скажет, что Вика, ты нас обманула, ты нам обещала не покупать румяна, это я заказала раньше, чем мне пришла палетка Ipater на большое количество румян. И дикой красоты просто пигмент мне положили в подарок. Этот оттенок называется Calista. Calista пишется через букву А русскую, скажем так. И это потрясающий цвет. Это эффект какого-то состаренного золота. Очень-очень насыщенное, зеленоватое аж золото с таким легким болотным эффектом, что не дождусь уже возможности сделать этим делом макияж. Красота неописуемая. Но очень вечерний, конечно. Он очень-очень насыщенный и очень яркий. Очень приятный пигмент. И приятный за счет того, что очень мелкого помола. Еще из моих последних новинок покажу вам оттенок S101. Вот такой вот помады Cover Rich от L'Oreal. Это очень розовый оттенок. Сегодня он у меня на головах, но уже померк. Единственное, что мне не нравится, довольно рисковатый запах. Запах сильный у помады, но помада очень-очень приятная и нежная, очень интенсивная, при этом очень-очень увлажняет. В общем, удачные помадки. И удобно, что с обеих сторон мы можем видеть цвет. Продуманный дизайн. Те самые, у которых бальзам вот здесь вот внутри, которые идут у них как серия с пчелиным маточным молочком. Также вот в L'Oreal я себе купила тушь, которую давно хотела попробовать, но никогда не доходили руки. Это Volumisim, которая X5, в народе называется как просто X5, с большой такой щеточкой, в оттенке очень черная. Моя не водостойкая, но она, тем не менее, такими капсулками снимается. Если вы знаете, тушь L'Oreal часто так делают. В общем, сейчас она у меня на ресницах, но я пока еще не поняла ее из-за того, что она не очень засохла. По-первых, она мне не очень нравится, то есть ресницы очень длинные, но объема пока не дает. Ресницы пока похожи на длинненькие паутинки, потому что не очень ровные. Ресницы пока похожи на длинненькие паутинки, потому что не очень ровные. И неплохие, но дают какой-то неаккуратный эффект. Вот пока что на мне дает именно неаккуратный эффект. И последняя, третья моя покупка. Вот L'Oreal, это Infoable Lip Color. Это двойная помадка Candy Johnson. Если вы смотрите ее блог на YouTube, рассказывала про нее. У нас этот цвет не продается. Это оттенок Beyoncé. Это ядерный красный. У нас они продаются, по-моему, сейчас только с помадкой, а не с жидкой помадой. И вторая половина здесь бальзам для губ. В общем, на российском рынке тоже существуют эти средства, просто в других оттенках. Это суперстойкая помада. И Candy Johnson, и некоторые другие блогеры от нее в диком, в чинячем восторге. Но я не научилась ей пользоваться. Если у вас есть такая, то расскажите как. Я ее, кстати, заказывала с eBay. Если осталась еще эта раздача, то я могу дать ссылку на продавца. И что это должно быть? Это ядерная, невозможно, красная помада, которая должна бесконечно держаться. Она бесконечно, может быть, держится, но неровно. Если вы едите или пьете, она просто остается с внешней стороны, а с внутренней стороны с нее срезают куски. То есть для меня было бы предпочтительнее, если бы она стиралась вся, а не стиралась кусками. Так ее сложнее снять с губ. По консистенции помада имеет такой вот, ну, похожий на жидкую помаду вот эффект, но смешанную с клеем. То есть представьте, что в вашу обычную жидкую помаду замешали клей. Когда вы ее наносите, она еще минуты-две остается мокрой, и нельзя касаться верхней губой нижней губы, иначе та, которая накрашена первой, приклеит к себе ту, которая накрашена второй, и цвет останется в двойном размере на одной, и его не будет, останется дырка в цвете на второй. Мне это очень не нравится, возможно, это только у меня так. Я пробовала и на бальзам, как неправильно, и на чистые губы, как правильно, и как положено ее использовать. Но у меня с ней какие-то трудности. Во-первых, меня раздражает то, что, конечно, две минуты нельзя не разговаривать, ничего делать просто. Во-вторых, слезает она кусками с меня. И не могу сказать, что супердолго, то есть там два часа, три часа, если есть или пить, не больше. То есть если вы будете просто сидеть, разговаривать, и больше ничего не делать, не есть, не пить, то да, она может там и шесть часов продержаться, и еще одно приобретение, очень интересующая сейчас всех вещь, так как сейчас есть мода на бибикримы, или бибикрима, или бибики, как это модно говорить, но мне, например, очень не нравится такое звучание, это от Estée Lauder их вариант. У меня в первом оттенке это антиоксидантный крем с тональным эффектом, он же увлажняющий и тональный одновременно. То есть бибикрим сочетает в себе свойства и ухода, и цвета, так скажем. Он немножко розоватый, как, в принципе, и должны быть все бибикримы, так как они разработаны для того, чтобы компенсировать желтизну азиатской кожи, по идее. Но растушевывается он неплохо, и даже несмотря на то, что под тон мне лично не подходит, то есть он розовый, моя кожа желтоватая, при этом он вполне хорошо адаптируется под тон кожи, и я очень пристально присматривалась в увеличивающее зеркало, стоя на улице в не супер ярко-солнечный день. И даже в этом случае, то есть это самый такой жесткий свет для проверки, при этом свете почти все тональные средства становятся видны, и его видно не было на улице, что очень радует. Ну, где-то вот в районе бровей, может быть, было не идеально, немножко было видно границу, но там, где было хорошо растушевано, когда я его пробовала в первый раз, смотрелось очень хорошо, и он даже покрывает, сглаживает поры. В общем, приятный продукт, не очень сильное покрытие, он довольно влажный, но не такой жирный, противный, лежащий на поверхности кожи, как вариант от Гарнии, у него лучше покрытие, но по ощущению он все-таки похож, то есть он немножко ощущается на коже, кремом таким, очень-очень-очень приятный, очень свежий запах, такой с элементами чего-то сладенького и отдушкой огурца, знаете, такой вот есть свежий запах, который очень любят класть в косметические средства, эту отдушку. Вот у нее как раз отдушка огурца, в общем, вещь неплохая, и действительно дает сияние, но нужно запудривать Т-зону хотя бы, иначе будет выглядеть довольно жирной. В общем, не идеальная вещь, и держится не идеально, держится полдня, наверное. Теперь с сайта Cherry Culture я заказала себе белую базу под тени, обычных баз у меня огромное количество, но белую у меня никогда не было, и я очень ее хотела. Забавно то, что по запаху она похожа на грим от Just, который выглядит вот так, и у меня тот есть в белом оттенке, и я тестировала пока, сравнивала их, но я не заметила большой разницы, поэтому пока еще не могу говорить, но по идее она приятнее, чем консилер, не такая липкая, как консилер, и на нее ярче ложатся ваши яркие цветные тени. Теперь мое крупное разочарование. Это продукт, с которым я не смогла справиться. Бывает и такое. Это гелевая подводка от ELF, I Sleeps Face, заказывала на британском отделении их сайта. Она у меня шла в холодное время года, и, соответственно, замерзла в упаковке. Но я не могу ничего с ней сделать. Она просто жесткая, как камень, и она не размягчается известными мне способами. То есть способ первый, добавить каплю крема или миндального масла, не работает. Способ второй, положить на батарею или куда-то в тепло, и тогда просто ее масло в составе естественным образом растопится. С остальными подводками у меня это получалось, не помогает. И я уже кала ее в микроволновку в теплую воду, замешивала в нее масло, но ничего ей не помогает, и она, похоже, тем не менее, все еще на мыло или просто что-то страшное и никак не распределяется, просто не остается на коже. Если вы знаете, что с ней делать, то напишите мне. И напоследок разочарование, которое я сохранила, чтобы просто показать вам, это фирма Pierre Rene Smooth and Soft Compact Powder, то есть мягкая, гладкая, компактная пудра. Я видела у красавицы тональный крем этой фирмы. Сейчас эта фирма появилась в Волгуд, и по тестеру мне очень понравилась пудра. Она идет с такой вот губочкой, и здесь есть зеркало. То есть упаковка удобная. По тестеру мне показалось, что она довольно хорошая и насыщенная. На коже моей руки вроде бы мне казалось, что все нормально. И я вышла на улицу, посмотрела, как это выглядит на улице. И мне казалось, что все нормально. Но тем не менее, когда я пришла домой, я поняла, что она ужасно рыжая. И пользоваться ей просто, ну, никто, кроме жертвы солярия, не сможет. Несмотря на то, что она в не очень темном оттенке, это средний тон, не самый темный. Она оказалась ужасно рыжей. Я хотела очень пигментированную пудру, чтобы закреплять свои круги под глазами, но использовать ее просто не могу. Ну и к тому же в тестере уже очень много людей протестировали ее и оставили грязь и какой-то жир, который у них был на руках. И там консистенция была совершенно другая. Она там была довольно приятной и кремовой. На деле она очень сыпучая. То есть, на мой взгляд, не очень качественная. В принципе, если бы оттенок был нормальным, подходящим, еще можно было бы ей пользоваться, несмотря на то, что она сильно пылит. Но, учитывая оттенок, пользоваться ей я совершенно не могу. Вот такие вот штучки я покупала в последние пару месяцев. Я постаралась, чтобы это было более-менее ревью, не совсем покупки, а дать вам какую-то информацию уже посредством и свои мысли. Надеюсь, что это получилось. Большое всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok